Что может создать новогоднее настроение? Ёлка, мандарины, подарки. Но чтобы по-настоящему окунуться в сказочную атмосферу, важен сам процесс подготовки к празднику. Это своего рода ритуал. Вместе с Департаментом по молодежной политике Казанского федерального университета студенческий педагогический отряд «Тайгер» накануне организовал новогоднюю мастерскую для детей. В прошлом году мы проводили для детей такие мероприятия, и этот год не стал исключением. Нам важно, чтобы дети к Новому году также подготавливались и не находились в телефонах, не знаю, а занимались творчеством, общались друг с другом и чему-то учились. Для разных возрастов разные мастер-классы. Для тех, кто помладше – создание новогодних открыток. Для тех, кто постарше – производство елочных игрушек. Из материалов – блески, краски, карандаши и фломастеры. Но все же главный ресурс – воображение. Самые смелые фантазии стали реальностью. При подготовке мы выбирали, что мы будем делать с ребятами, выбирали возраст. Например, я пошла на маленьких ребят, потому что очень люблю с ними взаимодействовать. Поскольку мы являемся бойцами и кандидатами студенческого педагогического отряда, штаба студенческих отрядов КФУ «Испо Тайгер», мы работаем летом с детьми, и поэтому для нас только в радость, в лишний раз, не в летнее время, не в третий трудовой семестр, поконтактировать с ребятами. Для наших кандидатов это очень хорошая практика, посмотреть, как работать с детьми, как они себя в этом могут проявить. Под руководством студентов Казанского федерального университета юные казанцы погрузились в атмосферу праздника. Со своими старшими товарищами они поделились самым секретным – новогодними пожеланиями. Уже совсем скоро новые праздничные украшения займут свое почетное место на домашних елках. Маргарита Михайлова, Универ Ньюз.